Здравствуйте, уважаемые сограждане, все те, кто все эти годы поддерживал нашу семью. Как вы уже знаете, уже во второй раз антикоррупционная служба города Алматы возбудила уголовное дело по факту пыток моего супруга Муратхана Тукмадиев сотрудниками Комитета национальной безопасности. Но, как и в первый раз, дело идет медленно, судебно-медицинская экспертиза не объективна, все представленные нами свидетели не опрошены, но самое главное, появился непосредственный свидетель пыток Муратхана из числа бывших сотрудников КНБ. Он был опрошен следователем антикора, но почему-то его показания так и не легли в основу дела. Почему и как все было на самом деле, я решила спросить у него сама. Добрый день, расскажите, пожалуйста, кем вы служили в КНБ и в что входило в ваши обязанности. Добрый день, я бывший подполковник пограничной службы Дюсупов Бахачан Боржанович. Проходил службу в оперативных подразделениях пограничной службы. В июне 2017 года приказом первого заместителя председателя КНБ я был откомандирован в межведомственную следственно-оперативную группу, где расследовалось несколько резонансных уголовных дел, в том числе по Муратхану Тахмади. Фактическое руководство этой группы осуществлял полковник Искаков Руслан Серикович. В данный момент он находится под следствием, насколько я знаю, по январским событиям. И все приказы я получал непосредственно от него. Поскольку в отношении Муратхана Тахмади проводилась внутрикамерная разработка, моей задачей входило аудио-видео фиксация и с последующим ежедневным докладом все, что происходило в следственном изоляторе КНБ, затем в психиатрическом отделении пограничного госпиталя. Имеется в виду то, что я был непосредственным свидетелем, то есть я видел все это, как происходило. То есть я практически круглосуточно находился с 8 утра до 11-12 ночи. И когда первый раз вы увидели Муратхана, и кто его посещал, кто непосредственно с ним работал, допрашивал его, что вообще происходило? Каждое утро проходило совещание, и Искаков отдельно мне давал указания на какие моменты, на что надо обращать внимание, о чем сразу сигнализировать. И каждый день я составлял краткие отчеты, направлял им. Ему непосредственно отправляли, Искакову? Нет, там были другие товарищи, которые занимались непосредственно этим. Ну, естественно, он это в постоянном режиме, он это все отслеживал. То есть это были письменные отчеты, вы по какой-то почте отправляли, да, специально? Да, да, да. Ну, помимо этого, там, как минимум, там, два-три раза в день просто по обычной связи созванивались. А и велась запись? Да, полностью, и с ним, и велась запись, когда приходили адвокаты, то есть это тоже там, ну, одно из нарушений таких, что, допустим, ну, впоследствии как бы сподвигло меня там на дальнейшие действия. То есть вы видели непосредственно, как избивали и пытали Муратхана? Да, физическое и психологическое. То есть на начальном этапе с ним пытались просто, ну, психологически его как-то уговорить. Что от него хотели? Его хотели, чтобы он дал показания, то, что он в свое время убил банкира Татишева по приказу Облязова за денежное вознаграждение в 4 миллиона долларов. То есть они придумали эту версию и говорили, чтобы он признался, что якобы он это сделал. Да, да, да. Но он сначала не соглашался, потом уже, допустим, они увидели там тщетность психологического воздействия и уже там перевели его в другую камеру, там два ОПГшника, их установочных данных я не знаю. Вот и они систематически шиполаками, ну, то есть понимаете, это такое было как-то... Постоянное физическое и психологическое воздействие? Да, постоянно. Как долго это все продолжалось? Ну, что именно? Вот именно уже физическое воздействие, когда просто от разговоров и от просьб, скажем так, внушений, они перешли к физическому воздействию? Где-то около двух-трех, ну, около трех недель, наверное, это вот июль месяц. Это было в СИКНБ? Да, в СИКНБ это было. Что в камере присоединило, кто бил? А конкретно, то есть по приказу Искакова со стороны сотрудников КНБ этим занимался капитан Алипов Арман. И дополнительно, как на тот момент, ну, и в последующее время, это сокамерник Токмади, это Байгабатов Даулет, который тоже по приказу Искакова выполнял все его указания, в каком направлении двигаться, что говорить, как воздействовать. Вот, и они после того, как, ну, будем так говорить, добились своего желаемого, были у них определенные там устные договоренности по режиму содержания, то есть, ну, ему смягчили его вместе с Байгабатовым Токмади перевели в психиатрическое отделение пограничного госпиталя. Так как по условиям сделки он должен был Токмади выучить показания, которые ему принесли, то есть, там, несколько листов, которые они там сами придумали, что там, как он на суде должен говорить. Он сопротивлялся, там, допустим, ну, вот я забываю, там, то, сё, приходил Алипов, там, избивал его, специально у них там лежали боксерские перчатки, потом, там, он уходил, допустим, и дальше уже, как бы, этот процесс, так сказать, контролировал Байгабатов, тоже, там, избивал его. Всё это продолжалось в основном в июле месяце? Нет, это, то есть, как бы, вот основная фаза, то есть, когда именно его склонили, там, путём физического и психологического давления, это был июль месяц, и уже потом, получается, с конца июля до ноября, вот он, всё это время, они находились в госпитале, а потом уже, как бы, в ноябре месяце я, ну, просто я устал на это всё смотреть, я симулировал заболевание, и, как бы, я, ну, ушёл вот из этой следственно-оперативной группы. Да, то есть, да, основной, это, конечно, был Искаков, получается, Алипов, Байгабатов, это вот в основные три человека, которые именно физически воздействовали по приказу Байгабатов. Ну, нет, Искаков, это, там, мозг всего этого, там, всех этих мероприятий, да. Ещё, насколько я знаю, должны были приехать сотрудники ФСБ, по-моему, да, или... ОБСЕ, да, вот как раз когда... А, как раз сотрудники ОБСЕ, да. Да, когда он находился в госпитале, там, насколько помню, там был один гражданин Украины, там, ещё кто-то... Это после моего выступления на ОБСЕ в сентябре. Да, ему дали возможность, там, выйти на улицу с ними, пообщаться, там, 15-20 минут. Ну, насколько я знаю, тоже готовили его к этой встрече. Ну, да, если ему уговорили, там, лишнего не надо ничего говорить, там, это всё, в любом случае, как бы, всё в наших руках. Если ты сейчас, там, шаг право-влево, то... Чем угрожали? Классический набор, это, там, всё, что тебе принадлежит, мы заберём, там, посадим твоего сына. Пару раз приходил Искаков, беседовал с ним, тет-а-тет, это тоже всё записывалось, что вот он ему говорил, вот. Давай, подумай. Просто, ты видишь, говорит, ну, действительно, на тот момент, как бы, это Искаков, это, ну, достаточно такая фигура, как бы это выразиться. Ну, он основной руководитель был. Нет, в том плане, то, что у него были, как бы, там, огромные полномочия, там, никто ему ничего против не мог сказать, хотя, допустим, формально руководителем СОК числился сотрудник Генеральной прокуратуры. Но он там ничего не решал абсолютно. Гермухаммедулы? Я не помню его фамилию. Вы даже его не знаете, да. Нет, я его видел. Ну, то есть он был формально. И его, так сказать, ну, номинально всё полностью, там, по всем действиям, там, полностью рулил Искаков. То есть вы до какого периода были? Когда вот Муратхан уже подписал процессуальное соглашение, вы этот период застали? Да. Или вы до этого уже когда подписал, и всё равно они продолжали на него давление? Ну, давление в том плане то, что он, как бы, не хотел учить эти показания. Поэтому они, ну, естественно, им же нужно до конца это, там, дадите. Чтобы на суде он это сказал. Да, чтобы на суде он это сказал, там, без запинки, там, без всяких этих, то есть... Они подготовили сами показания, он должен был их выучить? Да, да, ему принесли, вот, на печатной бумаге, ну, там, где-то порядка, по-моему, 8-10 листов было заставлять, чтобы он всё полностью, там, вот, как у них написано. Чтобы он это всё выучил, и на суде, там, без запинки это всё рассказал. Вы до какого времени были там, и что сподвигло вас уйти с этой должности, с этой работы? Ну, вот, с июня по ноябрь 2017 года. Ну, сподвигло вообще просто, ну, как я, допустим, прослужил в Министерстве обороны, в пограничной службе, в оперативных органах. И, если честно, ну, для меня это был шок, когда вот я вот попал в эту обстановку такую, я думаю, ёлки-палки, это что, 37-й год, что ли? Вы никогда такого не видели? Нет. Ну, я говорю, для меня это шок был, просто шок натуральный. Это вот, я не знаю, мне на ум вот такое сравнение, я думаю, оно очень точное. Вот есть старый советский фильм «Семнадцать мгновений весны», когда гестаповцы там пытают ради скукет, там, вот этого новорожденного ребёнка там раздевают, открывают окно, а тут, ну, практически по форме и содержанию практически то же самое было. Объясняли же, вот они Маратхану говорили, для чего это нужно? Ну, естественно, то, что тут подоплёк это, само собой, понятно, чтобы усложнить жизнь, облязывая. Смотря на всё это происходящее, я как бы принял решение вот все вот эти видеоматериалы скопировать и по возможности придать огласке. То есть вот период-то октябрь и начало ноября я вот скопировал эти материалы, где именно там пытки вот это всё, вот, на жёсткий диск. Так как, поскольку я военнослужащий, ну, там, к СМИ никакого отношения не имею, просто у меня был знакомый, который там, ну, у него был выход. Вот я попросил его, я говорю, вот, есть такие материалы, вот, опубликовать там, вот, допустим, ну, конкретно к Бендицкому покойничку мы обращались, он отказался там, ещё, ну, эти люди... Почему он отказался, как вы думаете? Слишком опасный материал был? Ну, да, я думаю, что да. Он посмотрел? Нет, мы не показывали, просто как бы на словах объяснили, ну, он категорически сказал нет. Ну, это право любого человека, я прекрасно... Ну, это очень опасно было, да, только самый опасный период был. Да, на тот момент, вот. И, как бы, уже, в принципе, я, ну, оставил эти попытки. Ну, я так думаю, где-то, видимо, там, ну, всё-таки утечка произошла, когда мы обращались, и это стало известно, как раз, сотрудникам КМБ, и 12 июня 2018 года, вот, меня арестовали и предъявили обвинение по статье 185, это разглашение государственных сведений... А, разглашение государственных секретов. Вот, я, зная их методы, допустим, меня привезли к Искакову, и вот он мне сказал, говорит, либо ты диск отдаёшь, либо завтра в соседней камере будет сидеть твоя жена. Какой кошмар! Ну, естественно, у меня трое детей, я абсолютно прекрасно знал, что они это сделают, то есть для них ничего святого нету, и мне пришлось отдать этот жёсткий диск с записями, и в ходе проведения следствия они с оригинала диска делают одну копию, с этой копией ещё одну копию, и эту вторую копию отправляют на экспертизу. А вообще даже на оригинал же это? Ну, естественно, любой маломальский толковый юрист это прекрасно знает, что на экспертизу отправляется оригинал. И в итоге военным судом вы были осуждены? В итоге в военном суде демонстрировали эти видеозаписи. Полностью, с пытками? Нет, ну для чего они сделали две копии? Они все пытки, это всё убрали, оставили там, те такие несущественные материалы, и в суде я говорю, хорошо, вот вы меня обвиняете в разглашении государственных секретов. Госфе к секретам, да, какие? Хорошо, а вот сейчас на видео вы демонстрируете, как Токмади ходит по камере, кушает там, я извиняюсь за выражение там. Ну просто обычной жизнью живёт ежедневно. Да, я говорю, это что, это секретные сведения? Даже сам Искальков на суде, он там такую фразу сказал, когда его судья опрашивал, он говорит, я когда узнал, говорит, у меня чуть, ну что, я скопировал, у меня чуть инфаркт не случился. Я подавал ходатайство уже там перед приговором, чтобы изъяли вот диск, мой сотовый телефон. Я ходатайствовал, это полностью там в ОПК прописано, я ходатайствовал о том, чтобы оставили предели, то есть, ну в архиве. Сейчас вот мы подошли как раз вот к этому моменту. В январе месяце я на имя президента написал обращение, его, естественно, скинули в Генеральную прокуратуру, у меня там на 11 листах, я вот полностью расписал, то есть, это не единственное там вопиющее нарушение ОПК, там ещё масса там, ну вот как одно из основных, то есть, мне, естественно, как вот, ну это, все, наверное, это выражение знают, красный адвокат. Да. Да. Подставной, который на них работает. Ну да, вот мне подсунули этого красного адвоката, там родственники, ну в процессе судебных, ну вот этих заседаний, я отказываюсь, ну родственники мне говорят, мы нашли адвоката. Вот. Я пишу ходатайство на имя судей, говорю, вот я от этого отказываюсь, прошу предоставить вот такому-то адвокату. Ну, естественно, со стороны КНБ там начинаются там препятствия, то есть, поскольку дело секретное, адвокат должен получить допуск. Вы знаете, секретом. Вот. Ему этот допуск, естественно, не дают. И без моего ведома там вообще назначают ещё другого адвоката. А им, ну я так понял, 27 декабря я был осужден, 18-го года, то есть, они хотели, ну тоже побыстрее это всё закрыть. И этот адвокат, не имея на руках допуска о госсекретах, он приступает как бы к моей защите. А, то есть, ему можно. Красному адвокату можно без допуска, госсекретом. Ему можно, да. А вашим официальным нельзя. Да, и фактически, то есть, это всё в моём уголовном деле есть. Он получает допуск через два дня только, после того, как он уже приступил. Ну, тоже там, ну и как бы, и я не соглашаюсь, я говорю, мне не нужен этот адвокат. Я говорю, если на то пошли, ладно, тогда, говорю, я сам себя буду защищать. Ну, не надо вот этого цирка. Конечно, вы же, ваше соглашение же нужно. Да, и вот я чуть-чуть назад вернусь, когда этого второго адвоката Красного приводят, судья задаёт ему вопрос. Сколько времени вам нужно на ознакомление с уголовным делом? Восемь томов. Три часа вам хватит? Он говорит, да, конечно, три часа хватит. Я и так знаю, что говорить. Шучем. Какой кошмар. В итоге, на сколько вас осудили, и сколько времени вы провели в тюрьме? В итоге нас, ну вот, с этим товарищем нас осудили на семь лет. То есть максимальное наказание по этой статье предусматривает восемь лет. Нам дали по семь. Ну, то есть практически. Практически максимум. По максимуму. То есть в следственном изоляторе я провёл год и месяц. Это было связано с тем, что потом вот этому моему адвокату всё-таки через пять... Ну, уже мы написали апелляцию, и я настаивал, что мне нужен этот адвокат. И ему допуск дали только через пять месяцев. Ничего себе. Уже когда всё закончено было. Да, и то есть, ну, как бы он ездил в Астану там на апелляцию. Ну, естественно, мы понимали, что это бесполезно, но всё равно там какие-то действия надо предпринимать. И потом непосредственно в лагере там два года, девять месяцев я провёл. То есть в общей сложности? Ну, в общей сложности три года. Вот. И по как бы вот этому диску, согласно заключению постоянно действующей экспертной комиссии КНБ, в заключении они написали, что нашими действиями мог бы быть причинён ущерб государству. Там было 102 файла, они каждый файл там 100 МРП оценили. То есть там на тот момент это получилось там 24,5 миллиона тенгель. То есть это ещё материальный ущерб якобы вы нанесли? Да, нет. Своими действиями? Ну, вот опять же нонсенс такой. В Уголовном кодексе, вот часть третья, 185-й статьи, там написано, что когда нанесён ущерб государству, а здесь в экспертном заключении они написали, мог бы, мог бы нанесён ущерб. То есть вы не нанесли? Ну, фактически мы его не нанесли, но чтобы к нам эту третью часть применить, чтобы срок нам больше сделать, естественно, они, ну, там, на судью, там, я не знаю, как мне ещё, сам Искаков говорил, он говорит, ты, говорит, не переживай, говорит, ты по максимуму поедешь. Я говорю, ну, я понимаю, говорю, это всё. Он говорит, где, говорит, я не смогу, говорит, додавить, говорит. А, он так в открытую, уже ничего не стесняется, вообще не боится. В открытую, он говорит, где я не смогу додавить, там, говорит, сама ТАБИШ подключится, говорит. Ну, вместе работали, да? Да. В итоге, когда вы вышли, вот у нас как раз уголовное дело антикоррупционная служба возбудила, вы увидели, да, это, узнали об этом? Нет, узнал я в ноябре прошлого года, это было, ноябрь 22-го года был, просто, ну, как бы, мои друзья тоже, как бы, ну, спасибо им, там, сопереживают, там, и вот, я не помню, кто из друзей скинул мне вот эту вот статью с Кастага, где вот было указание, что и... Возбудили уголовное дело. Да, возбудили уголовное дело, и я потом, как бы, через, ну, своих товарищей, я узнал, кто следователь антикора. Созвонился с ним, я говорю, вот так и так... Корманбай? Да, да, Нурбов, так и так, я говорю, я хотел бы дать показания, как мне быть. Ну, он мне дал телефон, там, адвоката вашего, я вот с ним созвонился, потом я вот дал. Молодой следователь, как бы, ну, опять же, мы все прекрасно понимаем, что там ничего не решают, то есть, у меня должны были быть очные ставки с Байгабатовым, с Алиповым и с Искаковым. Очная ставка была только с Байгабатовым. Потом я уточнил, говорю, вот, ну, насчет этих двух товарищей, он говорит, ну, вы же знаете, говорит, Искаков сейчас под стражей находится, то есть там, допустим, говорит, ну, у него статьи, говорит, там, страшные, там, минимуму двадцатка светит, говорит. Какая разница, у Муратхана была очная ставка? Нет, понятно, ну, я просто вам объясняю, что он, говорит, Искаков, говорит, он вообще отказывается от очной ставки, не хочет. А Алипов? И вот с Алиповым тоже не было очной ставки, я вот потом звонил следователю, да, я вам наберу, подождите, и все, и так, и потом уже, я вот, опять же, через СМИ узнаю, что дело закрывает, и опять, ну, как так, ну? Да. И следователю меня спрашивают, говорит, вот, вы, говорит, ну, все это, говорит, я понимаю, да, вы свидетель, говорит, а вот, есть у вас видео подтверждение? Я говорю, ну, если бы это видео подтверждение было, я бы к вам не пришел. Да вы не нужны, мы бы его запустили в Ютуб-канал, и все бы закрылось бы уже все. Как так получается, что, допустим, я свидетель, и мои показания вообще никак. Никак. Допустим, ну, я не знаю, там, этому молодому что-то такое объяснять, я, допустим, ну, я пытался, я ему привожу пример, вот, допустим, Нюрнбергский процесс, да? Только на основании свидетелей. Ну, я, конечно, это там утрирую, там, что я сравниваю, вот такие вещи, но это чтобы человек сразу воспринимал, что это такое. Ну, там же все. Видеопоказаний не было. Там же все настроилось на показаниях людей. Конечно. А мне говорят, ну, вот вы знаете, сейчас же у нас, как бы, там, такой цифровой век, там, вот, все, надо, вот, чтобы все было вот так вот. После этого вы попытались получить доступ к делу? Ну, да, после того, как я вот обращался, там, в генеральную, там, мне такую вообще, там, отписку дали, что меня правильно посадили, никаких нарушений не было, все замечательно. И в марте этого года я, дело в архиве хранится военного суда Алматинского гарнизона, я написал заявление, чтобы мне предоставили право ознакомиться с моим уголовным делом. Да, вы имеете право на это. Да, и там девушка, которая ответственна, она говорит, вот сейчас по новым правилам, говорит, вы, я вам дам направление, вы должны пройти, там, психо-нарко, говорит, принесете мне эту справку, говорит, и я отправлю запрос в ДКНБ по городу Алматы, говорит, они должны дать вам допуск. Я говорю, как? Это мое уголовное дело. Ну, нет, вот так вот по инструкции не положено. Я говорю, ну, это же идет вразрез с моими конституционными правами. Ну, мы все понимаем, но вот инструкция, мы не можем ее нарушить. И вот прошло 4 месяца, я звоню, эта девушка, ой, я уже уволилась, но, говорит, там такая проблема, говорит, вы же бывший военнослужащий, говорит, ДКНБ, ваш материал отправляет в военную контрразведку, чтобы они вам давали допуск. Те, говорит, обратно. И вот так вот на протяжении 4 месяцев, то есть, ну, я-то понимаю, что это просто, это, как бы, повод не давать мне возможность ознакомиться со своим уголовным делом. То есть, ваша цель, вы хотите реабилитироваться, правильно? Насколько я понимаю. Да, вас лишили званий. Да, лишили звания, лишили пенсии. Фактически, то есть, за то, что я хотел придать огласке преступления сотрудников КНБ, я из-за этого и пострадал. То есть, никаких там, родину я не предавал. Никаких секретов я там, государственных там, шпионом не был. Почему, вот, получается, вы показания дали антикору, это в декабре, в ноябре прошлого года? Да, где-то. Прошло уже больше, чем полугода. Почему вот вы не хотели придавать огласке вот это все до нынешнего времени? Поскольку, ну, будем говорить открыто, в наших делах это политическая подоплека. Это господин Аблязов. Я прекрасно понимаю, что им невыгодно, если сейчас, как бы, оправдает меня, оправдает Токмади. Это все их уголовное дело, то, что они там, куда там такие ресурсы влили, там, и они там пожизненно, по-моему, Аблязова не дали за 8 лет. Да, пожизненно. То есть это же все, это все рассыпается. Естественно, здесь будут там огромные препоны на пути стоять. Тем не менее, все, естественно, я буду бороться до конца. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо большое вам за интервью и за вашу откровенность. Спасибо. Итак, есть непосредственный свидетель пыток Мурадхана, который видел и зафиксировал пытки Мурадхана сотрудниками Комитета национальной безопасности с целью дать признательные показания в убийстве Ержана Татишева по приказу Мухтара Аблязова, которое он не совершал. Антикор и прокуратура об этом знают, но почему-то не торопятся получить подтверждающие это документы, ссылаясь на их секретность и к тому же угрожая нам засекретить все дело о пытках Мурадхана. Хотя какой может быть секрет в том, о чем знает весь мир? Кому не выгодно, чтобы вся правда выплыла наружу? Мы будем продолжать бороться за свободу Мурадхана и честное имя нашей семьи. Спасибо вам всем за поддержку. Спасибо.